Одному моему другу, ну, очень нужны мегасилы. А зачем? Мегасилы сделают твой интернет безлимитным. Смотри видео, слушай музыку, сиди в соцсетях сколько хочешь. Бесплатно. Только для абонентов Мегафона. Мегафон. Баня на колесах – это мечта, и мне тоже ее захотелось. И тут-то началась полная жопа. Сначала был полный кайф, мы парились, отдыхали, а потом все вообще пошло не по плану. И теперь нам конец! Конец! Я пипец задолбался, Фаша. Вообще не говори. Ненавижу прибираться. Давай отдохнем, а? Мы заслужили отдых. Слушай, сигена идея, давай. Я знаю, что предлагаю. Погнали, погнали в спа отдохнем. Там есть термы, сауны, массаж нам делают, джакузи, криосауну можно посетить. Короче, вообще-то такой кайф, еще и чайку попьем. О-о-о-о, отличный вид. А сколько стоит? Давай посмотрим. О, смотри, всего лишь 5500 час. На 2 часа возьмем, думаю, нам хватит стопудово. 5500? Ну, вообще, погоди. Да знаешь, что? Парашу это все. Я лучше в речке искупался бы. Ты что? Вообще лень. Сейчас осень, холодно, какие речки, а? Ну и что, после бани знаешь, как нормально будет? Слушай, да-да-да, это кайфово. Придумал нормально. А где мы намутим баню рядом с речкой? Нам нужна баня на колесах. Блин, ну это так-то вообще ракетная идея. Баня на колесах рядом с речкой. Ну что, погнали, намутим баню на колесах. О, нормально, красота. О, спичка готова. Какая баня-то? Без спички. Ой, как хорошо. Все, покупаю. Блин, да что там мелочиться? Возьму самую мощную. Труба на месте. Ну все, моя баня на колесах готова. Да и я баню купил. Поеду забирать ее. Паша? Привет! Какая встреча? Ты что, тоже баню на колесах купил? В смысле купил? Я ее своими руками сам собрал. Сам? Да. Подожди, вот это ты называешь баней на колесах? Вот эту уродливую мразь, я не побоюсь этого слова. И за базаром сиди, слышишь? Подожди, ну серьезно, посмотри на этот автомобиль. Посмотри, здесь даже нету каких-то запчастей. Она разваливается, она вся гнилая. Боже, что с трубой? Да и сама баня выглядит ужасно, мягко говоря. Зато знаешь что, экономно и гораздо лучше, чем у тебя. Знаешь, сколько недостатков с этой баней? Она очень тяжелая, деревянная. В скором времени сгинет у тебя. К ней еще и нужна машина дорогущая. Дизельная, чтобы она волокла эту баню за собой. А у меня зато баня и машина два в одном. Это полный бред. Короче, давай, завязывай метелкой своей мести. Поехали на речку, как и собирались. Испытаем наши бани и узнаем, у кого она лучше. Трусы запасные взял. Плавки, да. А я без... О, ну так-то вообще с кайфом. Дует маленько, правда, но ничего страшного. В целом хорошо. Солнце еще светит. Машина вообще огонь. Хочу, чтобы у каждого была такая. Ого-го-го! Ого, с кайфом. Куда он едет? Подожди. Там меня не так навигатор ведет. Что за фигня? Ты куда? Опа! Сюда-ка заверну-ка. Паша! А? Ты куда? Меня навигатор не так вел. Нет, короче, смотри, здесь можно закрыть вообще нормально. Ты посмотри, тут бездорожье и кочки. Я тут никак не проеду со своей бани бочкой. Ты что, засал? Подожди, ты дурак, я не поеду там. Почему? Я поеду по трассе. Ну, езжай. Ты серьезно здесь поедешь? Конечно. Не-е-е. Очкошник. Давай! Не-не, я по трассе. Я тут не проеду никак. Так, вы посмотрите на эту дорогу. Тут мне не проехать, это просто жесть. Не, я обратно на разворот и дальше по трассе поеду. Вот другого варианта-то нету просто. Офигеть. Ну и пусть этот, Пашка, дебил, едет не пойми как. Я поеду по трассе. Аккуратно. Скорость адекватная. Тебя даже фура обгоняет. Потому что я тоже сам как фура. Тяжеловес. Тебя даже фура обгоняет. Самое главное на дороге это что? Безопасно. Во. А я еду безопасно. Потому что если эта штука сзади меня перевернется, перевернется машина, перевернемся мы и все. Вот так вот всем будет. Вот остался только один разворот и мы уже подъедем к речке. Совсем чуть-чуть осталось ехать. Так вот аккуратно перестраиваемся. И все хорошо. Ну все, вроде бы, приехал. О, печка. А где там этот? Где это? А? Ах, а речка-то какая! А пляж-то какой суперский! Чувствую, отдохну я сегодня вообще с кайфом. Ха-ха. Нифига. Павел Шелби уже здесь. Больной. Ну ничего, зато у меня баня в 2 раза больше, чем у него Колымага. Да и красивее, наверное. Пусть подписчики напишут. Чего он так лупится? Головый. Ну наконец-то, чего так долго-то? Ха-ха, слушай, как-то у меня-то баня-то раза в 3 больше, чем твоя. То моя лучшая. Чего это твоя лучшая? А, башек печет, как греет. С твоих замерзнуть можно. Вот с этим не соглашусь. Я сейчас свою баню так растоплю, то вообще красота будет. По-любому лучше, чем твоя. Спорим, что нет. Конечно, спорим, уж давно поспорили. Давай начнем топить и посмотрим, кто кого. Ну что, друзья, добро пожаловать в мою баньку со всеми удобствами. О, как надо. Чик-чик-чик. Красота. Что-то выпендривается там. Смотри. И ступенька сразу. Вот она. И все, ты в бане. У меня тут все как полагается. Обувь снимаем. И мы уже с вами в предбаннике. Только надо с электричеством разобраться. Как без света в бане. Да и вообще, зачем этот предбанник нужен? Тут сразу залез, кайфанул, сразу в речку. Ага. Вот так вот. Это сюда. Это вот сюда. Питание от аккумулятора, потому что баня-то на колесах. Она должна быть заряжена где хочешь, как угодно. Вот так вот. Бочки с водой, чтобы мыться, обливаться. А зачем вообще в бане-то мыться? Речка же для этого есть. Готово. Веннички дубовые, сосновые. А венники у меня еще лучше. Сейчас, будет. Уже сушеная. Готово. Правда, не дубовый, не березовый. Я на самом деле не знаю, какой он. Но париться можно. И вон она, полешница. Вы посмотрите, какие дрова. Красота. Все уже наколото. Все уже заряжено. Прямо как нужно. И растопка есть. Ммм, красота. У меня вот уже тоже все заготовлено. Можно прямо куски баня отрывать и подкладывать. Но у меня уже закладка есть. Закладка дров. А вы о чем подумали? Ну и давайте наконец-то саму парную взглянем. Ох, 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 ребятушки. Красота. Блин, тут можно и полежать. Вот так вот, во весь рост. И повыше, если надо, посидеть. Ой, какая красота. А вот эта штуковина, знаете для чего? Сюда масло можно налить. Вот так вот на камушки поставить. И здесь будет благоухать. Вот так вот, красота. Самое главное это умение затопить баню. Виа не умеет этого делать. Сейчас я вам покажу, как надо это делать правильно. Печку без воды. Ни в коем случае топить нельзя. Достаем огрызок. Горелку. Чуть-чуть газа. Поджигаем. Кидаем внутрь. Вот сюда. И добавляем еще газку. Вот так. Сухие ветки и листья очень хорошо горят. Баня растопится моментально. Если дрова начинают у вас выпадывать, ничего страшного. Вы их обратно подплакните. Ну а если надо баню затопить, ну прям очень быстро, и вы куда-то торопитесь, то делаем вот так. Ну что, бани наши вроде затопились. Можно переодеваться. Да париться. Баня готова. Ну посмотрите, сколько места тут, а. Пространство, что хочешь. Мне кажется, я бы мог всю команду свою запарить. С шестером, в пятером, в десятером при большом желании, если используя стоячие места. Здесь можно уместиться. Не знаю, очень жарко. Градусов примерно, ну 100 минимум. Ух. 70 градусов уже есть. Не верю, что у него 100, но это очень много на самом деле. Вот 70 градусов, это оптимальная температура для того, чтобы в банке как следует насладиться паром. Кстати говоря, о паре. А запарим-ка венник. О, ау. Ой, веник, блядь. Все, подсушил маленько. Выпало деревяшку у меня тут. Ой, Джар, Джар. Все, готово. О, кипяточек. А зачем веник-то запаривать? Его же ему нужно маленько намочить. Все. Мне вот, как исконно русскому человеку, нравится после бани чайку попить. Причем травяного. Ну, скайпом, знаешь, как было. Квас лучше, ты что? Слушай, ну, квас тоже можно, но это, знаешь, когда настроение. Летом квас пойдет, а зимой после бани и печеного чаю. Вообще, благодать. Ну, а вы, ребята, напишите, какие напитки вы любите в бане. Давайте определим, что лучше. Чай, квас, ну или что-нибудь еще. Ой, блин. Пар маленько пропустил. Ну и чай. Там все равно, примерно, где-то 120-140 было. О, все, замочил. Парится. Ну все, пора с детским садом завязывать. О, вот это нормально. Вот это хорошо, друзья. О, обалдежь. Веники запариваются паром. Значит, на капать, на печку. И вот, отчет пара, забаривать его. Вот так долго. Можно же ускорить процесс. Вот, и вот, под большими градусами запарить его. Самое главное, чтобы он не загорелся. Так, ну. О, ух ты же. Что, понеслась, друзья? О, хорошо. О, жара. О, жара. О, хорошо. Пивка не хватает маленько. Сейчас бы какого-нибудь светлого. А вы напишите в комментариях, какое пиво вы любите. Вот это я понимаю. Вот это ломбыш. Так как горячо и как кайфово. Вот это баня. Офигеть, ребята. Как вам повезло, что вода-то еще теплая. Что, теплая? Так-то теплая вода, да? Ну, слушай, я бы так-то охладился, я бы еще немножко погрелся, да? Ну, ничего, стекло. Куда пошел? Баню, баню. Лошара, твоя баня вообще не греется сколько, да? Да почему? Просто я не так хорошо, видимо, побарился. А я так хорошо прогрелся, что мне как сплавать захотелось. Ну ты, Пашка, реально монстр. Банька-то моя, походу, реально посильнее жарит. Офигеть. Давай с тобой обратно. Нет, я не вывожу, я не вывожу. Полны морские. Морской бриз, прибой. Тебе что, реально не холодно вообще? Нет, Ви. Слово совсем. А это значит что? Что? Моя баня-то гораздо лучше, чем твоя. Ну не знаю, может быть так и есть. Согрелся ты реально неплохо. Вот. Она еще, кстати, безопаснее. Да это не знаю, бред какой-то. Короче, ладно, давай собираемся, поехали. Еще сегодня дела есть. Работать нужно. Поехали. Поехали. А все, хорош болтать. Поехали. Сейчас опять, блин, эти полторы тонны везти по скорости черепахи. Человек загорелся, блин. Хотел ехать голый, но вспомнил, что законы суровы. Без сутболки ездить нельзя. Это отвлекает других водителей. Они думают, что я баба. Я сейчас снова 2 часа добираться до базы будет. А я мигом долечу. И вообще никаких проблем у меня с этим не будет. Только вот пахнет горелым чем-то, да? Что делать? Баня, Баня, Баня. Баня? Алло. Алло. Да, Паша. Баня, Горин. Что? Пожар. Пожар? В смысле? Пожар у меня. Как пожар? Деревка. Понял. Баня, Горин, приезжай, помогай. Я тебе помогу. Сейчас я баню отсыплю. Сейчас я баню отсыплю, Пашка, и спасу тебя. Давай, я мухой, я мухой. Павел Шелби. Павел Шелби. Ооо. Просто, да? Блин. Все горит. Всему жопа. Там жарко теперь точно. Прыгай, грейся. Реально? Не работает. Одеялом. Одеялом надо. У меня в пассвайнере одеял. Клопата. Эй. Эй. Он не горит, придурок. Нет, меня на огне тучил. Так что? Пошло. У меня, у меня огнедушитель есть. Огнедушитель у меня в пассвайнере. Он маленький, он не поможет. Ты спас мою баню. Все хорош уже, Паша. Что ты копаешь-то? Ставь. Я хочу спасти свою баньку родную. Что ты тут спасать собрался, братан? Она сгорела до тла. Отойди, не мешай мне. Слушай, Паш, да все, все. Не переживай, ну, сгорела и сгорела. Что-то ты сильно расстроился. Слушай, а у меня так-то есть вариант. Какие-то дорогие все варианты. Да нет, стопудово. Я и могу сейчас взять на трос твоего этого лежака, где у тебя баня на колесах, и отвезем его в одно место, где его починят, вообще сделают все с ним нормально. Восстановят, так скажем. Классное место. Восстановление будет вот такое. Блин, спасибо тебе. Давай, брат, цепляемся и поехали. Круто. Все будет четко, баня будет как новая. Ну все, ребята, вы переживали, что мы там машину годы. Нет, мы восстанавливаем. Мы сейчас отвезем этот пижачок на восстановление. Ой, ты что, дружище, осторожней. Та-та-та-та-та-та. Ну давай, поехали уже. Пошло время восстановить пижачок. Пижак. Я уверен, что мои ребята просто мастера своего дела. Они восстановят все как надо. Да закрой ты уже эту чертову дверь. Поехали нормально. Вот, друзья, смотрите. Загнал я на СТО машинку. Ну, это так, подъемник. Только наоборот. Сколько весит, давайте посмотрим. А, нету весов. Мы П. Нам же ее не взвешивать надо, а восстанавливать. Так что давайте, давайте отнесем нашему сервисмену. Сервисмену, вон он уже стоит, сидит на починялке, на восстановителе про Перси. Ну, а че, в бане Павла Шелби как раз негде было мыться. Сейчас хоть ванна будет. Четко так-то в восстановлении. Даже фары не разбились. Аккуратно, экологично сегодня у нас все вышло. Фары целые, можно еще продавать. Двигатель, ну такое. Двигатель, карбюратор уже как бы чуть-чуть погнулись. Дверь-то она прям... Ну ладно. В общем, все. Баня Шелби закончилась. А какая баня была лучше, думаю, выводы вы сделаете сами. Напишите об этом в вашей версии в комментариях. Самые яркие, веселые комменты я всегда отмечаю с сердечками. Мне очень нравится то, что вы пишете ваши комментарии. И люблю, когда вы подписываетесь, потому что нас уже 4,5 миллиона подписчиков. Если мы добьем до Нового года 5 миллионов подписчиков, это будет лучший подарок на Новый год, который вы можете для меня сделать. Я буду самым счастливым. Вот так вот. С вами был я, Вячеслав Исмилов или Живия, Павел Шелби и вся моя большая съемочная команда Жизь Вия. Надеюсь, вы любите наш контент, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и кайфуйте дальше. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok